Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога», я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня в выпуске мы расскажем сразу несколько актуальных тем, а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедший месяц на дорогах Рязанской области зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 181 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 976 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПСГ выявили более 350 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 137 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 78 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 36 фактов управления транспортного средства в состоянии опьянения повторно. Выявлено 3906 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем, 124 нарушения совершили пешеходы, Выявлено 96 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 775 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 405 нарушений допустили водители автобусов. Одна из причин ДТП – это когда животные выбегают на проезжую часть. Об одном из таких случаев расскажем далее. Этих четверых лосей засняли на дороге между Тумой и поселком Гузжелезный. Скорость у водителя небольшая, да и животные, заведев транспорт, тоже решили ретироваться с дороги. Обошлось, в общем, без происшествий. Что, скорее, приятное исключение из правил, говорят в госавтоинспекции. С начала года в регионе уже зарегистрировано 4 ДТП, связанных с наездом на животных. Как итог, 5 человек получили травмы различной степени тяжести. 21 мая примерно в 4-10 утра на 380-м километре автодороги Москва-Челябинск 23-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на дикое животное – лося. В результате происшествия водитель с различными травмами обращался за медицинской помощью. Лось – двухметровый гигант, который может весить больше полутонны. В мае, например, самки начинают отгонять от себя годовалых лосят. Другая причина выхода на дорогу – миграция, говорят биологи. Ходят лоси по определенному маршруту из года в год. И построенная дорога, например, никак на этот маршрут не влияет. Утром и в вечернее время необходимо использовать дальний свет. Лоси часто передвигаются в темноте, когда видимость плохая. Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Лось может повести себя неадекватно и агрессивно. Проезжайте мимо, снизьте скорость. Об опасности предупреждает дорожный знак «Дикие животные». Он сигнализирует о том, что дальше будет опасный участок дороги, где возможен выход на проезжую часть диких животных. Водителю следует снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя. Наезд, столкновение и авария с участием лосей и других крупных животных в России приравнены к ДТП. Наказывать водителей за сбитых лосей может и Госавтоинспекция, и Министерство природных ресурсов Российской Федерации. В Рязани прошло автомногоборье. О турнире и его итогах расскажем далее. Вы готовы? Да. Хорошо, на старт. Внимание, поехал. Такого на обычном экзамене на получение водительского удостоверения не увидишь. Да, начинается все стандартно, говорят инспекторы, со змейки. А после эту же самую змейку нужно проехать задним ходом. И дальше только сложнее. Один за другим следует несколько этапов под общим названием «насужение». То есть пространства между конусами все меньше, и надо проехать на скорости так, чтобы ни один не задеть. За сбитые конуса у нас штрафные баллы минимально начисляются. Если водитель, да, участник не выполнил какое-либо упражнение, то есть это максимальное количество баллов, либо не завершил. Также если в процессе выполнения какого-либо упражнения водитель допустил то, что двигатель автомобиля заглох, также начисляется штрафной балл. На региональном конкурсе по автомногоборью среди подростков это еще легкий этап. Называется он «фигурное вождение». Рядом с ним трасса, что называется «для виртуозов». Сказать, что элементы здесь нестандартные, значит не сказать ничего. Нужно под определенным углом развернуться на автомобиле, также проехать этапы на сужение и заезд задним ходом в карман. Звучит только просто, говорят участники. А они далеко не опытные водители. Юные водители, возраст которых от 15 до 17 лет, продемонстрировали свои умения и навыки в знаниях правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, в замене колеса, а также показали блестящее фигурное вождение. Еще до начала соревнований команду присылали творческие мотивационные эссе и яркие видеоролики-визитки. Замена колеса – один из самых эмоциональных этапов. Задача справиться за пять минут. Команды должны четко распределить между собой обязанности. Кто-то подкладывает башмаки, кто-то откручивает гайки, другие работают домкратом. Баллонникам орудуют также студенты, тоже 15-17 лет. И также есть штрафные баллы. Но ребята справляются чисто. Две минуты без штрафов. Рекорд Рязанского автомногоборья 2024 – полторы минуты. Ребята из Клепиковского технологического техникума справлялись за минуту 50 на тренировках. На самом конкурсе что-то пошло не так. В результате – две с небольшим. А вот фигурное вождение, наоборот, прошло на ура. Один из участников справился без штрафных баллов. Пока это редкость. Кто-нибудь до конус собьет. Готовились мы долго, усердно. Катались постоянно, каждый день там ПДД. Мы ходили на медицину, ходили на вождение. Время заняло все много. На каждом этапе участник стартует с банком в ноль баллов. Каждый штраф – минус один. За пропуск элемента вычитают сразу несколько. Помимо штрафной системы есть и время. То есть задача участника – выполнить этап как можно быстрее других команд, так и не сделать ни одной ошибки. Проведение подобных соревнований необходимо в первую очередь для того, чтобы как можно больше молодых людей были вовлечены в процесс воспитания законопослушных участников дорожного движения. И стали хорошим примером для сверстников. Автомногоборье проводится уже в четвертый раз. Это отборочный региональный этап, победители которого отправятся на всероссийские соревнования. Пока что рязанская команда на большом турнире призовые места не занимала. Но это говорят участники. Пока. В Рязани прошел конкурс под названием «ЮИД – это здорово». Напомним, движению «ЮИД» юным инспектором дорожного движения в этом году исполняется 50 лет. О том, как прошел конкурс, посвященный юбилею, расскажем далее. В городском конкурсе «ЮИД – это здорово» участвуют 14 команд. Мы решили попробовать свои силы в этом состязании и пройдем вместе с другими командами практически все этапы. Первая станция называется «Знаток ПДД». Как несложно догадаться, здесь проверяют знания правил дорожного движения. Тесты двух видов – для команд помладше и постарше. Берем сложный уровень. Тесты для больших ребят – 13-14 лет. Вопросы про велосипед, правила очередности проезда перекрестков – какие-то даются довольно легко. А вот остальные – нет. Командам проще, они к конкурсу готовились. Мы же пришли, так сказать, покорять все с наскока. 10 вопросов, на каждый из которых дается по 30 секунд. Справились быстрее положенного времени. Посмотрим, сколько набрали верных баллов. Экзаменаторы, сотрудники госавтоинспекции считают наши промахи. Пару минусов накопилось. Зато за каждый плюс по 2 балла. Итог – 12. Это был проходной балл для моей команды или я завалил? Это самый наименьший балл из тех, кто сдал. Новости неутешительные, но впереди еще три станции. Знание основ ПДД мы сдали. Теперь у нас следующая станция – знание основ оказания первой помощи. Ну, попробуем. Билеты здесь тоже двух видов. Для команд помладше – полегче, и для команд постарше, как водится, куда сложнее. Здесь у нас присутствуют разные вопросы по тематике оказания первой медицинской помощи в случае экстренной помощи, связанной с автомобилем. Снова садимся отвечать на сложные вопросы для старших команд. Без подготовки, честно сказать, это сложно. Например, вспомнить, как правильно называется повязка, которую накладывают при повреждении затылка, было сложно. Но раз на весь билет дается 3 минуты, медлить нельзя. Где-то отвечаем правильно, где-то угадываем. В общем, идем к экзаменатору. Шесть вопросов. Снова справитесь быстрее положенного времени. Ну, посмотрим, как на этот раз. В теории результат хуже. Только половина верных ответов. Осталось практическое задание. Билет номер 3 – экстренная помощь при открытом переломе. Что вот из этого предложенного можно применить для того, чтобы показать помощь человеку, облегчить его состояние при открытом переломе? Сбивчиво отвечаем практически верно. Итак, правильный порядок такой. В первую очередь, при наличии кровотечения наложим, как вы говорили, жгут. Опять же, это при артериальном кровотечении выше место кровотечения. При венозном кровотечении давящая повязка накладывается. И вызовем скорую медпомощь. Возможно, стерильные повязки мы тоже наложим, чтобы на место кровотечения. То есть я, в принципе, был прав, что жгуты – скорая. Да. Как итог, результат не то чтобы отличный, но посоревноваться еще можно. Однако, по сравнению с командами, которые к этому конкурсу готовились, они все еще на несколько баллов нас опережают. И еще один конкурс – самый красочный – автогородок. А это самый насыщенный этап – автогородок. Подходящего велосипеда для меня не нашлось, поэтому просто поговорим об этом этапе. Что у нас здесь происходит? Конечно, для сотрудников госавтоинспекции важнее всего, чтобы ребята не только знали правила дорожного движения, но и умели их применять именно на практике. И вот именно на автогородке ребята показывают свои практические навыки вождения велосипеда. Они должны проехать определенный маршрут, соблюдая все требования правил дорожного движения. У каждого в команде свой маршрутный лист. Задача проехать по контрольным пунктам как можно быстрее и правильнее. А штрафные баллы тут можно получить за все. Не показали знак остановки или поворота рукой, пересекли линию разметки, не успешились с велосипеда на железнодорожном переезде. В общем, это самый сложный и в то же время интересный этап. На старт! Внимание! Марш! Со всеми заданиями ребята справляются куда лучше. Они к этому конкурсу готовились. Их задача сегодня продемонстрировать свои навыки знания ПДД. Иначе говоря, победить. Лучший из лучших отправится на областные соревнования, а следом на всероссийские. А там расчет уже только на победу. Вот и наступили летние каникулы, и дети пересели на электросамокаты. Основные правила дорожного движения напомнили сотрудники госавтоинспекции. Элемент этот называется фигурное вождение. Главное здесь говорят сотрудники госавтоинспекции, что практика соседствует с теорией. Школьникам без двух минут на каникулах напоминают об основных правилах дорожного движения на самокатах и велосипедах. Конкретно на этом этапе об аккуратном вождении, чтобы на ходу с транспорта не упасть. И немного теории, как правильно переходить дорогу. Двигаясь по тротуару, нужно помнить, что приоритет в движении все равно у пешеходов. И если есть большое скопление пешеходов, необходимо спешиться, то есть слезть с велосипеда и самоката и продолжить движение пешком. И самое важное правило, это при переходе проезжей части обязательно тоже спешиваться и пересекать ее только пешком. И ни в коем случае не на велосипеде и не на самокате. Это нарушение правил дорожного движения является основным при дорожно-транспортных происшествиях. Праздник безопасности прошел в коттеджном поселке Ключ. Посвящен он был Дню защиты детей. Место выбрали не случайно. Здесь проживают многодетные семьи. И в праздники поучаствовали как дети, так и взрослые. Вы знаете, как правильно пристегивает ребенка в трехе? Ну, вроде знаем. Оказалось, что даже не вроде. На простом экзамене с инспектором вспомнили, что ремень должен проходить через плечо, грудь и бедро. И при этом никак не передавливать шею. Для взрослых элемент закрепили, перешли к правилам для всех. Переход дороги по светофору. Элемент тоже выбрали не случайно. За прошлый 23-й год на дороге произошло почти 7 тысяч аварий с детьми-пешеходами до 16 лет. И это на 5% больше, чем в 22-м году. Важно ориентироваться всегда на пешеходный светофор. У него всего два сигнала. Это красный и зеленый. Вот дорогу мы переходим на зеленый сигнал пешеходного светофора. Перед этим обязательно сначала убираем наушники, телефон, все отвлекающие нас предметы. Снимаем капюшон. Убеждаемся, что все автомобили остановились. Праздник безопасности провели совместно сотрудники госавтоинспекции, лаборатории безопасности, отделения госавтоинспекции ОМВД России по Рязанскому району. И при участии инспекторов 60-й военной автомобильной инспекции, чтобы лето у ребят прошло без происшествий. А в завершении за внимательность и активность ребятам подарили световозвращающие брелоки. Теперь и в темное время суток переходить по пешеходному переходу можно будет безопасно. Это была программа «Жизни дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова